добрый день дорогие друзья сегодня в гостях у меня будет валерий дмитрий соловей и мы обсудим как бы проблемы нашего северного кавказа они очень серьезные на мой взгляд в первую очередь обсудим конечно народный сход который прошел в осетии и получил огромный резонанс по всей стране сейчас валерий дмитриевич появится и мы начнем всем привет всем привет вы можете свои вопросы писать валерий дмитриевич их увидит постараться тоже на них ответить я на что успею тоже постараюсь ответить часть секунду я подсоединю еще нет его к сожалению сейчас появится вопросы которые мы сегодня будем обсуждать помимо народного схода это вот изменение в конституции который сейчас планируется проводить валерий дмитриевич является профессиональным политологом он был заведующий кафедры мгимов в свое время человек очень квалифицированный и очень так скажем в этих вопросах подкованный и осведомленный многие могли видеть его в ю тубе он такой популярный спикер сейчас очень много выступает по текущей политической ситуации я вообще почему провожу так часто подобные беседы мне хочется чтобы наш народ слушателей вообще люди понимали что происходит в стране зачастую наши официальные сми людей вводят заблуждение занимается пропагандой но не занимаются тем чтобы они объясняли что реально происходит на самом деле стране и в мире то есть лгут мягко говоря да вводят заблуждением и поэтому человек когда не знает реальной обстановке реально того что происходит стране и в республике даже да в нашей соответственно не может адекватно ничего делать строить планов на будущее так далее тому подобное сейчас секунду мы ждем куда появится валерий дмитриевич если у вас есть вопросы к нему то пишите я постараюсь их озвучить у меня у самого тоже много вопросов вижу пока мы сегодня пытались в фейсбуке это сделать но не получилось у нас токерберг не позволил поэтому пользуемся инстаграмом чему хотели в фейсбуке там просто больше подписчиков и меня и валерия дмитриевича и вообще там конечно более политизированная публика под него тем тема чельдива это первый вопрос который сейчас я хочу ну как бы мнение послушать валерий дмитриевича по поводу чили по поводу народного схода и по поводу всего что происходит кстати сегодня мне еще сказали что ребят которых задержали тогда и которые сейчас подвергаются уголовному преследованию их будут перевозить в ростов то есть в сизо уже в ростовское не знаю почему в ростовское с чем это связано тоже непонятно так вот слухи дошли я в фейсбуке прочитал индиры габалаевой их на родственникам позвонил ребята гряда на самом деле вот сейчас будут их этапировать в ростов то есть там будут содержать тех кто участвовал народном сходе и там же по всей видимости судить будет почему-то я не вижу валерия дмитриевича так он до секунду такое-то извиняюсь небольшие технические накладки эфир я сохраню обязательно эфир выложу в другие социальные сети в youtube там везде сейчас все сюда перейдут того я просто знаете что понял что в разных социальных сетях разные люди сидят то есть люди которые сидят в фейсбуке они редко например находятся в инстаграме ли там в одноклассниках еще где-нибудь то есть это везде разные своя целевая аудитория вот все валерий дмитриевич появился здравствуйте 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 дорогая вам здравствуйте стукерберг не пускает да не иначе не иначе ну сказать мы же настойчивы иначе в россии жить нельзя без настойчивости да хотелось бы сразу бы как сказать начать с актуальной темы у нас она нас очень такая честно болевший республики у нас проходил народный исход я не знаю наверно вы слышали да естественно не только я многие следили да да перерос столкновения с полицией ребята сейчас сидят но сегодня поступила информация что их собирается этапировать всех в ростов-на-дону то есть до 900 километров от того места где мы живем чем это связано что такой этот народный исход был почему как вот вот ваше мнение хочется экспертно узнать по этому поводу потом я как бы могу если вас интересует могу вам рассказать наше видение этой проблемы хорошо со стороны это выглядит как естественная форма протеста причем протест против тех условий я сказал об откровенно скотских которых загнали народ российской федерации вне зависимости от региона что нам всем сказали вы сидите дома из-за опасной эпидемии но денег мы вам не дадим это россия единственная из 20 развитых стран мира которые ни рубля ни копейки не выделила собственному народу это первое что вызывает и не может вызвать возмущение я знаю что люди живут ну очень бедно чрезвычайно даже в москве серьезные проблемы что же говорить там о регионе значит второе что всегда вызывает у людей возмущение это вопиющая несправедливость вот вы сидите дома а у вас получилось там я знаю как во владикавказе а вот этот завод работает и этот завод работает а она из-за этого было возмущение основное это естественно людей это всегда возмущает они готовы смириться с трудностями если трудности разделяют и те кто наделен властью те кто богат если есть национальная солидарность в узком ли смысле там применительно только к осетинам или широком применительно ко всем гражданам россии там где нет национальной солидарности гражданской солидарности там означает это что нарушается справедливость и это то что сейчас людей возмущает везде ваших хватило эмоции силы мужества взять и выйти взорвались взорвались и вышли естественно власть очень боится спонтанных протестов и главное она боится цепной реакции соответственно что делают с вашими зачинщиками тем паче что я знаю что у вас даже омон отчасти местные вышел из подчинения по крайней мере отказался разгонять он не выступил против начальства он скажем так не перешел на сторону народа но он отказался выполнять приказы власть этого чрезвычайно боится значит что она хочет наказать тех кого она считает виноватыми причем независимости от того эти люди в самом деле виноваты или нет надо просто помните надо назначить виновных вот на виновные назначены но их нельзя судить в осетии нельзя судить во владикавказе почему по очень простой причине потому что суды окажутся под сильным общественным давлением это не означает что будут бросать камни в окна судья или писать угрожающие записки когда вы идете по городу от вас все начинают отворачиваться или плеваться вы испытывать очень сильное давление поэтому естественно процесс пытается перенести в другой город это еще недалеко 900 километров ростов могли бы вообще куда-нибудь на дальний восток и об этом ничуть не удивился чтобы не было никаких связей чтобы никакой солидарности поэтому если вы хотите я думаю что вы хотите этих людей поддержать вам надо сейчас обращаться и когда вы узнаете где будет идти суд к местным блогерам к местным журналистам и просить там об организации солидарности как что это люди которые защищали ту про справедливость это то что готовы все защищать и выступали против насилия над обществом это то чем сейчас в россии раздражены все вот так это выглядит со стороны и я считаю что владикавказ потом войдет в историю как первая ласточка когда будут писать учебники истории в последующем о том как сменился режим в российской федерации которую мы знаем как путинский вот там неприятно будут упомянут и владикавказ а до этого еще ингушетия будут упомянут понимаете когда смотришь назад все это начинает превращаться в некую цепочку событий к чему должна привести вот посмотрите вот буквально сказали про справедливость сейчас какие-то подачки раздают видит там не знаю гуманитарных этих пакетов помощь дают там по килограмму там рисом по мелочам нельзя назвать даже серьезной поддержкой ну так для галочки это считаю да соответственно вопрос не решен сейчас этих ребят отправили в ростов естественно социальный протест еще сильнее как бы будет расти правильно то есть я так предполагаю что месяца два к августу то есть будет вторая волна и она будет гораздо более серьезно если в этот раз народ хотел просто поговорить со своим руководством как-то найти общий язык да там вместе мы решать общие проблемы то в следующий раз уже как бы и никто не захочет мне кажется искать его до общего языка и может просто взорваться кто-то сознательно делает получается до такой степени доводит алан это мысль которая очень часто приходит в голову когда изучаете историю революции и когда вы ее изучаете неважно в какой стране эти революции происходили вот там в российской империи сельском союзе или где-то за границей вы вдруг обнаруживаете что с определенного момента власть себя начинает вести так будто она сошла с ума она совершает все возможные ошибки она не делает очевидных совершенно шагу чтобы как-то договориться с обществом пойти ему навстречу вот то же самое происходит в россии происходит везде начиная от кремля заканчивая президентом северной осетии заканчивая губернаторами многих российских регионов это такая знаете энтропия которая распространяется по всему политическому и социальному пространству они ничего не сделают они ничего не сделают даже если бы они хотели они уже не могут а те кто могут они не хотят потому что зачем им это и я бы сказал что уже на пространстве россии начинает работать такой общероссийский ликвидком эти люди на самом деле готовятся к эвакуации своих активов да что-то они вывели за границу что-то сейчас усиленно выводят они надеются что это возможно рассосется если не рассосется то им удастся где-то спрятаться скрыться самом деле все это ведет нас к общенациональному кризису масштабному очень серьезным такого кризиса в россии не было удавайте тогда это был еще советский союз девяносто первого года то что будет происходить ближайшие полтора года будет по своему масштабу по глубине и по последствия похоже на то что происходило но сильно мы пережили то тяжелое время мы стали умнее я надеюсь что мы извлекли какой-то опыт и у нас сейчас есть шанс развернуть эту ситуацию в пользу обществу понимается это чрезвычайно важно я считаю это будет происходить везде но не везде с одинаковой интенсивности есть регионы где люди будут пассивно наблюдать за происходящим потому что у них отбили охоту к сопротивлению потому что там мало тех кто готов сопротивляться потому что они разочаровались а есть регионы это и москва я думаю что это будут екатеринбург петербург я думаю что это будет происходить на северном кавказе почти неизбежно где люди готовы защищать и защищать они будут не только свои интересы что естественно широком смысле они будут защищать общественный интерес мы все хотим перемен если попытаться меня тут недавно спрашивали вы можете сформулировать лозунг который обвинил всю россию говорю очень простой справедливости свобода свобода и справедливость потому что мы лишены и справедливости и свободы, все, вне зависимости от того, где мы живем, вне зависимости даже от своего социального статуса. Это общие для всех проблемы, и значит, нам их придется решать все вместе. Кто-то примет в этом участие, кто-то будет наблюдать. Подавляющее большинство людей всегда наблюдает. Но очень важно понять тем, кто сохраняет себе гражданское чувство, какой-то социальный темперамент. А у вас темпераментных людей хватает. Что это шанс изменить, это шанс изменить нашу судьбу. Это шанс сделать лучшей жизнь для себя, для детей и для внуков. Потому что последние 20 лет это годы обмана, тотального воровства, которого Россия просто не знала. Она не знала никогда такого казнократства. И насилия над всем, что есть в человеке. Над совестью, над стыдом, над понятиями справедливости. Алло, слышно меня? Да, да, я слышу вас. Да, Валерий Дмитриевич, смотрите, у нас просто в республике есть такие опасения, ну как скажем, вот то, что сейчас начнутся такие деструктивные процессы в государстве. И Северный Кавказ сыграет ту же роль, какую в свое время сыграло за Кавказе. Там Карабах, там и все прочие, там грузино-югостинские, грузино-абхазские эти войны, то есть там начало полыхать и начался демонтаж государства. Что есть подозрение, что точно так же хотят по той же схеме сделать, чтобы полыхать начал Кавказ Северный. То есть некоторые провокации проводят здесь, там в Ингушеке, в Дагестане, там везде что-то сейчас происходит у нас. Какая-то дуга напряженности появляется. Как вы считаете, это процесс такой сознательный или случайно так совпадает? Нет, я не верю, честно вам скажу, в сознательность этого процесса. Я за десятилетия лет своей жизни и за время работы с разными политиками усвоил одно, что там, где есть человеческая жадность и глупость, и трусость, там не нужен никакой заговор. Знаете, никто не заставляет чиновников воровать. Их не госдеп заставляет воровать. Их не МОСАД заставляет обманывать собственных граждан. Все очень просто. Другое дело, что на Кавказе, да, все те социальные, политические, экономические проблемы, которые мы с вами обсуждаем, усугубляются этнически через полосицы, отчасти клановой тейповой системой, там землячествами, застарелыми конфликтами. То есть там высший конфликтогенный потенциал. Это чистая правда. Это одна часть. Вторая часть, я, честно говоря, не очень верю в то, что большинство Кавказцев хотело бы отсоединения от России. Когда дело было с Грузией, они не могут не быть, но я не думаю, что это большинство. Когда, вот вы приводите пример Советским Союзом, в Грузии подавляющее большинство хотело выхода из состава. В Армении совершенно точно. В Азербайджане совершенно точно. В свое время даже на Украине, хотя там тоже были уже колебания, но у Северного Кавказа есть очень тяжелый опыт 90-х лет. Есть опыт двух сеченских войн, которые его тоже задели. Даже если это не Чечня, это затронуло. И есть страх. У меня немало друзей на Северном Кавказе. Часть у живущих в Москве, часть у живущих на оба дома. Вот они говорят, что мы вообще-то боимся. Вот они мне, причем это мужчины не робкого десятка, борцы в частности, прошедшие тяжелую жизнь 90-е годы, сделавшие состояние карьеру. Но они мне откровенно говорят, что если ослабнет власть, если начнутся какие-то пертурбации, мы просто боимся, что у нас на Кавказе все это может удесятериться. И мне это опасение понятно. Я его разделяю. Всех против всех будет. Да, совершенно верно. Потому что это будет борьба за ресурсы и плюс месть. Это старые счеты будут сводиться, и новые тут же появятся. Да, это риск. Я серьезно говорю. Но этот риск отчасти, не до конца отчасти, с моей точки зрения, уравновешиваются тем, что нет ни желания, ни таких сильных резонов для значительной части населения Северного Кавказа покидать Россию. Я сейчас не говорю о Чечне. Чечня – это всегда отдельная история. Она была отдельной историей в 90-е годы, и она сейчас тоже отдельная история. Но в целом, ни в Кабардино-Балкарии, ни в Карачаево-Черкесии, ни в Осетии, ни в Ингушетии, в общем, рациональных мотивов сильных для выхода из состава России нет. Потому что, а что получите? Да ничего. Да нет, таких сепаратистских настроений нет. Ну, я не слышу, по крайней мере. Да, вот то, что надо менять модель, то, что надо обеспечить эффективный менеджмент, эффективный распространение. Праведливость, как вы говорите. Совершенно верно. Я могу сказать, что, в принципе, размеры казнократства такие сейчас, что денег бы хватило на все. Вот если воровали бы в 10 раз меньше, да, раскрадывают до половины бюджета, то денег должно было бы хватить на все. На повышение пенсии, на повышение социальных пособий. Это была бы не роскошная жизнь, но она была бы достойной. Вот я когда вспоминаю советский опыт, я не поклонник Советского Союза. Жили не богато, но достойно. Вы помните, да? Согласен с вами, согласен. И сейчас у России хватает ресурсов для того, чтобы обеспечить достойную жизнь. И для этого не надо даже ничего чрезмерного делать. Надо просто сократить размеры казнократства, коррупции и воровства. А как их сократить? Вот как их сократить? Вот скажите, вот реальный рецепт какой. СНКВД опять? Тройки что? Как сократить? Нет, вы знаете, это сильнодействующий способ. Но на самом деле, вот нынешняя власть российская, она на протяжении последних трех лет пытается использовать такой вариант 37-го года лайт. Вот там аресты губернатора, вице-губернаторов. А репрессиями затронут около 2% региональных чиновников. Это много. То есть кто-то посажен, против кого-то возбуждено дело. Так вот, вы наблюдаете это у себя. Это можно наблюдать в Дагестане, который не очень далеко находится. Это привело к эффективности управления. Нет, конечно. Нет. Потому что тот метод, когда был страх как ключевой инструмент управления, уже не работает. Есть так называемые антикоррупционные процедуры и механизмы. Они во всем мире одинаковы. Да? Ну, вот самая простая вещь. Вы проверяете соответствие имущества чиновника его доходом, который он задекларировал. И доходы имущества задекларировали. На самом деле, это несложно. Со временем цифровой экономики. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть нет такого желания, получается. Правильно? Вот, вы правильно. Нет воли. Нет воли. Потому что эти процедуры реализуются только там, где есть воля. Постоянно действующая воля. Давайте приведем пример Грузии. Я вот человек советской эпохи. Я помню, что Грузия и коррупция, это были синонимы. Это синонимы. И представить себе Грузию, свободную от коррупции, было просто невозможно. И что же, пришел Саакашвили. Можно говорить, да, это небольшая республика. Да, но он сделал невероятное. Это не означает, что там не исчезла коррупция, скажем, на каком-то высоком уровне. Я думаю, что она сохраняется, хотя масштабы все равно резко сократились. Но на бытовом уровне это исчезло. Это практически полностью. Мы Саакашвили очень не любим, но это правда. Я знаю, у вас есть очень серьезное основание. А пашиням, которые в Армении, тоже кричали, невозможно, этого не может быть. Смотрите, сменилась власть. Пришел человек, действительно из народа, в полном смысле слова. Он сказал, приняли замечательный, с моей точки зрения, закон, применимый в России. Закон о внесудебной конфискации имущества госчиновников, если размеры имущества превосходят размеры доходов и не имеют объяснения. Потому что, когда нам в России говорят, идите в суд, вы же понимаете, нас посылают на три буквы. Но эти буквы не С, У, Д. Нас посылают в другом направлении. Поэтому, если появляется власть, которая говорит, да, все будет по закону, мы принимаем такой указ. Да, потому что, значит, внесудебный режим конфискации не надо никого расстреливать. Вот категорически противник этого. Не надо никого запугивать. С моей точки зрения, самая страшная угроза для людей, это угроза потерять то, ради чего они жизнь жили. Вот они жизнь воровали, лишите их денег. Скажите, вы будете жить нам рот. Слышите меня? Конечно, слышите, да. Сейчас трансляция вас... Да. Вы будете жить нам рот. Да, вот вы мрот установили для нас. Прекрасно. А мы снимем документальный фильм о том, как вы на этот мрот живете. Вот вы будете министр здравоохранения. Ну, это же власть из себя не родит таких людей, понимаете? Как она может сама из себя родить таких? То есть она уже так создана, понимаете? У нее генезис уже такой. Как она из себя может родить? Согласен. Это, кстати, вопрос, да, следующий, как бы он в этом плавно перетекает по поводу поправок в Конституции. Мы же понимаем, что эти поправки для того, чтобы зацементировать, забетонировать тот, как бы, ну, ту ситуацию, как есть. То есть это так получается? Для чего нужны эти поправки? Давайте начнем с поправок. Да, можно сказать, зацементировать ситуацию, но нельзя зацементировать трясину. Понимаете? Это трясина. И главное, что она начала двигаться. Вот она была подморожен на какое-то время. Казалось, что это надолго. И вдруг страна стала незаметно для себя приходить в движение. Она пришла бы в движение и без эпидемии. Просто эпидемия, она как латмусовая бумажка продемонстрировала характер власти, у которой есть деньги, но которая не даст ни рубля своему народу. Ни рубля, понимаете? Это такое отвратительное поведение. Стало все приходить в движение. Поэтому как бы власть не хотела зацементировать. Вот я сейчас смотрю социологию, реальный рейтинг Путина. Какой? От 22 до 25%. Понимаете? Там Левада писала, что вырос с 61 до 65. Вот Левада писала. Реальный рейтинг от 22 до 25%. Кстати, Владимир Владимирович об этом тоже знает. Им очень этого опасается. Именно из-за знания того, что низкий рейтинг. И из-за знания того, вот из социологии, что сейчас в обществе самая высокая готовность к протестам за последние 20 лет. И последовало это решение предоставить 10-тысячерублевое пособие детям в возрасте от 3 до 15 лет. Но это уже ничего не изменит. Понимаете? А детям в 16 лет ничего кушать не надо? Им не надо, конечно, понятно. Они уже сами работают. А взрослые? А несчастные взрослые, которые я прекрасно понимаю, родители, которые все с себя снимут, отдадут детям. Но это же ужасно. Это полуголодное существование. Говорят, никто с голода не умер. Да, но и жить, наесться-то вдосы-то не могут. Я уже не говорю о том, что это, по крайней мере, в больших городах, это чудовищная, некачественная пища. Вы хотя бы... Здесь хотя бы еще можно... Огородными люди перебиваются. Совершенно верно. Это положение будет меняться. Оно изменится в ближайшие полтора года. То есть система, которую мы сейчас с вами обсуждаем, которая нам категорически не нравится, она рухнет. Она рухнет до конца следующего года. Но не сама по себе. Она рухнет вследствие серьезного давления на него. То есть у нее есть серьезные проблемы внутри, и возникнет серьезное давление на эту систему. И вот задача в том, чтобы начать строить новую. Я не хочу сказать, что новая система будет идеальной. Идеальных вообще не бывает, вы прекрасно понимаете. Я хочу, чтобы она была более справедливой, более гуманной, чтобы относились к людям так, как они этого заслуживают. А люди наши заслуживают лучшей участи. Гораздо лучше. Как это сделать? И кто это будет делать? Это же бездельные люди нужно взять. Этих людей на самом деле не так мало. Посмотрите, сколько людей честно работают. Они честно работают, остаются порядочными, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Совершенно верно. А система любая выстраивается следующим образом. Находится группа людей, ядро, которые говорят, мы вводим новые правила игры, и мы будем по этим правилам жить сами. Понимаете? И тогда это начинает распространяться. На это уходят не месяцы. На это потребуется больше времени. На то, чтобы система распространилась на всю Россию. Но некоторые шаги можно предпринять очень быстро. Сократить коррупцию можно. Чтобы откат был не 50-70%. Если он сократится до 5%, согласитесь, это уже будет колоссальная экономия. Значит, можно сократить не целевые расходы. Или расходы, которые вообще не знаем, на что идут. Но нет у России интересов, честно говоря, в Венесуэле. Никаких. У нее нет военных интересов в Африке. У нее интересы есть в Нижнем Тагиле, в Магнитогорске, во Владикавказе. На своей собственной земле. Как только вы отказываетесь финансировать чудовищную, раздутую и ненужную систему государственной пропаганды, которая жрет миллиарды долларов, вы эти деньги высвобождаете. Для кого? Для стариков. Для пенсионеров. Это же бремя империи. Это же бремя империи. Хотите величие, как империя, вот несите это бремя. Да. Несите бремя белых. Как моя жена говорит, с голой задницей, но в шляпе. Нет. Не нужна империя, которая враждебна интересам собственного народа и которая питается его плотью и кровью. Такая страна никому не нужна. Люди хотят гордиться тем, что у них приличный уровень жизни, что они могут получить хорошее образование, что у них хорошая медицина. Это предметы гордости во всем мире. Если вы попробуете найти, вот власть нам чем предлагает гордиться? До сих пор победой в Великой Этичной войне. Слушайте, ну это же издевательство. Ну это издевательство. Понимаете, откровенное издевательство. Вы ничего не смогли сделать за 20 лет. У страны были гигантские доходы. Гигантские. Больше 2 триллионов долларов. Возможно до 3, за 20 лет. Из них триллион долларов оказался за рубежами России. Страну можно было преобразовать всю. Всю перестроить. А что мы получили? Сочинскую Олимпиаду. И разваливающиеся... Почему этого не делается? На самом деле, этот вопрос возникает у любого здравомыслящего человека. Почему это не делается? Им же здесь жить, в конце концов. Хотят оставить... Нет, они не рассчитывают здесь жить. Вы знаете, я этот вопрос задал одному джентльмену. Он входит в список порт. Вот, в первую десятку этого списка российского. И он мне стал рассказывать, и очень убедительно, он вообще очень убедительный человек, очень умный, о том, что, в принципе, мы заговорили о проблемах Сибири. Он говорит, что Сибирь можно превратить в подобие Канады. По уровню жизни, по инфраструктуре. Он говорит, ну это потребуется 10-15 лет. Я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, а почему это не делается? Вот как вы сейчас. А он так наклонился, на меня посмотрел внимательно и сказал, а в Кремле это никому не нужно. Потому что с этого не своруешь. Понимаете? С этого не своруешь. Или своруешь гораздо меньше. Все, к сожалению, Алан, имеет очень простое объяснение. Это нам, извините, за цинизм пудрят мозги и вешают лапшу на уши, когда начинают говорить, а у нас миссия. Нам надо защищать братьев там, товарищей наркоманов там. Это все абсолютное вранье. Потому что это расхищение, это казнократство. Они питаются. Понимаете? Они питаются нашими детьми. В прямом смысле слова. Они забирают у них. Они уже его почти уворовали. Они крадут будущее детей, внуков. Вы посмотрите. Если вы спросите, что уведеняет всех, кто живет в России, у них нет надежды. Люди не видят будущее. Да, можно написать в аэропорту у Шеренетьево. В аэропорту. Международный терминал. Вот. И задача-то в том, понимаете, власти, чтобы вернуть людям будущее. А для этого не так многое надо. Повысить им зарплату. Повысить пенсию. Дайте им возможность работать. Люди же не воровать хотят. Не все могут воровать. Большинство не хочет. Большинство хочет честно работать. Тогда дайте им возможность зарабатывать на этой работе. Это же стыд-позор, что у нас работают двое родителей. И они не могут прокормить собственных детей. Нигде нет такого в мире. Это позор. Нищие люди, которые имеют работу. Это вообще удивительно. Совершенно верно. Они еще это только кого нет. И у них не хватает. Вот как только изменяется эту ситуацию, не все сразу. Шаг за шагом. Потому что, скажем, чтобы восстановить здравоохранение, образование потребуется 10-15 лет. Но запустить мелкий и средний бизнес, да? Полгода всего надо. Отмените все законы, указы, которые его стесняют. Снижайте налоги. Вырастут обороты. Будет больше людей работать. Вырастут доходы. Понимаете, у нас деньги забирают у нас. Когда нам нужно собрать налоги, машина работает, будь здоров. Когда надо что-то дать, она показывает тебе, государственную машину, комбинацию из трех пальцев. Валерий Дмитриевич, у меня вопрос тогда возник. А вот скажите, а почему они так торопятся с этими поправками? И вот сейчас есть мнение, что у нас очень у них будут серьезные экономические проблемы. Я боюсь, что экономические проблемы и социальные нас ожидают еще до осени. Как бы не сразу после поправок. Вот сразу после голосования по поправкам. То есть спешат именно, понимая, что будут какие-то проблемы, из-за этого спешка? Потому что сначала будут в сентябре поправки, теперь уже в июле сказали. Ну, да, это, во-первых, из-за этого. Во-вторых, есть личные обстоятельства самого Владимира Владимировича. Он очень торопится. Но это мы тем пока оставим. А вот то, что опасаются проблем, и проблемы эти экономические, они окажутся не менее тяжелыми, чем последствия вот этой пандемии, которую мы сейчас с вами переживали. И, соответственно, фонд будет крайне невыгодный. Я вам скажу честно. Сейчас власть, если организовано честное голосование, она не выиграет поправки. Она их точно совершенно проигрывает. Она уже сейчас их проигрывает. Через два месяца, через два месяца, будут еще хуже. Поэтому Сергей Владимирович Кириенко ходил, Путина уговаривал, давайте как можно скорее. Давайте как можно скорее, иначе будут хуже. Да, они торопятся принять сюда осень. Вы совершенно правы. Вы совершенно правы в своем предположении, которое вы сказали раньше, что осень у нас могут ожидать очень серьезные дела. Вот так. А как вы думаете, сейчас вроде нефть растет, как бы рубль укрепляется. Это вот надолго или... Нет, это ненадолго. Ни рост нефти, ни укрепление рубля. Это ненадолго. Не надо тешить себя на все счеты иллюзиями, понимаете? Так что и даже если это... Да, да, ладно. А вот какие вот сейчас силы в стране реально претендуют на власть, на ваш взгляд? То есть какие вот есть такие слаженные, я не знаю, партии или что-то? Потому что вот либеральный демократ, Дживеновский, там эти все, Миронов, там КПРФ, это же такие все, я бы не назвал их даже партиями. Это такие приложения к Единой России по большому счету. Я думаю, что вы правы, даже не думаю совершенно точно. А тогда какие силы будут участвовать в этом процессе? Понимаете, власть сделала все для того, чтобы никаких организованных, влиятельных политических сил оппозиционных не было. Просто чтобы их не было. Поэтому, соответственно, кто ей противостоит? Ей будет противостоять коалиция граждан. Будет противостоять коалиция граждан. Вот. Это те, кто вышел у вас во время народного схода, это же вышли граждане. Да, был кто-то, кто призывал. Были вожаки. Ну, в общем, в целом это граждане. Точно то же самое будет происходить в России. Как только выходят люди раз за разом, у них тут же находятся вожди. Вы же прекрасно знаете, да? Да. Помните, по школе, я думаю, школьные компании, дворовые. Всегда появляется вожак. Всегда. Ну да. Так же будет и здесь. Если кого-то арестует из тех, кто на виду, там, известных лидеров, появятся новые. Когда начинает закипать страна, закипать страна, это уже не остановить. Это, понимаете, как все равно, как надвигающийся шторм. Или как движение лавины. Вот вы прекрасно знаете, как лавина сходит. Да. Сначала потрескивает легкий треск. А, ну мы же здесь ходим там десятилетиями, ничего не будет. А потом, да, движение сантиметра, миллиметра сантиметра. А потом, опа, и пошло, все поехало, и все сметается. Вот так же будет происходить, по всей видимости, в России. Причем гораздо быстрее, чем сейчас кажется. Вот эти надежды, которые были у власти, власть в России всегда, в любом регионе и центральном, надеется на то, что само рассосется. Ну уж прокатывало же раньше. Вот мне чиновники как объяснили, я спрашивал там, где знакомые, что же вы волки-то позорные творите. Значит, там, фискальное давление растет, людям все тяжелее жить. Говорят, послушай, ну они же не протестуют. Они же не протестуют. Я говорю, ну если они начнут протестовать, вы же не успеете уже назад отыграть. Поздно может оказаться. Вот это называется, понимаете, пройти черту невозврата. Мы еще не прошли. Ну, по-моему, мы уже на грани этой черты ходим. Я не знаю, когда мы перейдем. Возможно, скорее всего, уже этой осенью. Из митингов оно же зачастую переходит уже в более какие-то серьезные вещи. Потому что мне когда говорят, что в России Майдан, я говорю, в России традиция совсем другая. Она более кровавая, жестокая там и все прочее. Да, это правда. Это все ограничено палатками и Майданами. Я вот, я что-то не верю в это. Ой, я не знаю. Я не знаю, в какой форме это будет происходить. Я не исключаю сочетание различных вариантов. И погромов, и Майдана. Россия большая страна. И давление здесь тоже уже высокое. И люди здесь разные. Есть мирные, а есть и не очень мирные. А сколько людей здесь воевало? Сколько с боевым опытом? А сколько тех, кому нечего терять? Вот даже в Москве... Комартизация получается. Я думаю, да. А это неизбежно. И задача, скажем, ответственных людей, ответственных сил, чтобы этот период хаоса оказался как можно более коротким. Чтобы возникло некое правительство или комитет национального спасения. Чтобы они быстро стали реализовывать политику. Реализовывать политику, которая обеспечит доверие обществу и пойдет обществу на пользу. Это тоже, знаете, не Бином, не Тон. Эти вещи известны. Как их делать? Какие шаги проводить? Все успешные экономические реформы во всех странах мира были одинаковы. А вот объяснения, почему их нельзя провести, все дают разные. А Валерий Викторович, а как нам в такой ситуации избежать от этой иностранной интервенции? Потому что у нас Китай такой мощный под боками. Они уже открыто заявляют, что в случае каких-то там дестабилизаций в России, они готовы по Урал эту территорию уже отрезать. Вот как вы видите образ будущего? Это же большая проблема, на самом деле, с этой интервенцией. Аллах, это очень серьезное преувеличение по поводу готовности и намерения Китая вторгаться на территорию России. Нет. Это непонятен этот страх, потому что если посмотреть на то, как Китай нависает над Российской Федерацией и с его численностью населения над разряженным демографическим пространством, то на самом деле он вмешиваться не будет. Когда здесь начнут развиваться вот те события, которые мы с вами сейчас пытаемся понять и предвидеть, сюда никто, никакая внешняя сила вмешиваться не станет. Все этого боятся, понимаете? И все боятся, что если вмешательство станет заметно, то потом последует ответ. Никто не будет вмешиваться в дела страны, обладающие ядерным потенциалом. Это чересчур рискованно. Чересчур рискованно. И никому это в голову не приходит вот сейчас. Наблюдать – да. Когда здесь установится какая-то более или менее стабильная власть, с ней будут иметь дело с любой стабильной властью. Любая власть, контролирующая Российскую Федерацию, будет принято, ну за исключением, не знаю, какой-то уж там, откровенно людоедской, она будет принята миром. И Западом совершенно точно. Запад сам боится России. Да, Россия слабая страна, можно что угодно сказать. Но они боятся дестабилизации здесь с тем, чтобы она не выплеснулась. Представить там себе миллионы беженцев или какой-то хаос – нет. Это для них совершенно недопустимо. Я думаю, никто в дела о России вмешиваться не будет. Это первое. Второе. Вот этот критический период, о котором мы с вами говорим, он будет относительно недолгим. Он относительно недолгим. Еще раз повторю, все к концу следующего года уже разрешится. А вот здесь товарищи из Южной Осетии просили вас тоже поинтересоваться. Как вы видите развитие ситуации в Закавказье? Потому что в случае ослабления центральной власти, фактически, там, да, там, то есть они переживают, опять война будет? Я понимаю. Нет, войны не будет по очень простой причине. Те российские войска, которые там стоят, они оттуда не выйдут. Нет, так могут вывезти куда-нибудь. Нет, выводить, я понимаю, нет. Вот эта история, которая в свое время происходила там с крушением Советского Союза, нет. Это небольшие ресурсы, которые требуются. И это вопрос, связанный как раз со стабилизацией, в том числе, Северного Кавказа. Вот Южная Осетия напрямую связана со стабильностью на Северном Кавказе. Ну, в частности, с Осетии. Да. Вы прекрасно понимаете. Это не означает, как бы там новая власть, какой бы она ни была, либеральной, националистической, какой угодно. Я думаю, что она будет скорее какой-то реалистической. Есть проблемы, которые придется принять. Вот проблема Южной Осетии, это одна из них. Это данность. Потому что отказываться, она просто не... Даже если бы она хотела. Я вот допускаю, что будет власть, которая скажет, ну, зачем нам все это... Но она не сможет. Есть... Вот прошлое нас ограничивает всегда. Вы это прекрасно понимаете. Там наша история, наша биография. Поэтому, когда меня там спрашивают грузины, а что вот Россия перестанет оккупировать Абхазию и Южную Осетию, я говорю, знаете, мне не нравится термин оккупация, я его не приемлю. Потом есть, в конце концов, право народного самоопределения. Говорю, но в любом случае, это проблема, не имеющая решения, выгодного для Грузии. Вот та проблема Южная. Да. Так это выгодно. Да. У нас тут слухи просто настойчиво выходят, что вот, ну, как бы, некие переговоры идут между российской властью и грузинской на сегодняшний день. И, как бы, Грузия готова в некие союзы там вступать, такие более тесные с Россией, там, то есть СССР 2-0, ну, всякие там разные проекты есть. Но грузины, типа, ставят условия возврат Абхазии и Южной Осетии. И, как бы, российская власть говорит, что если действительно определенно подобное сближение, то да, как бы, заберете. И вот он идет вокруг этого. Да, я, честно говоря, первый раз об этом слышу, и я не думаю, что это реально. Это не тот метод, которым, скажем, стал бы пользоваться Путин. Он предпочитает давить на Грузию, он считает, что это более выгодная тактика, и в этом смысле Южная Осетия и Абхазия крайне необходимы. Вот. Мне кажется, что это миф, который может распространяться грузинской стороной. Тем паче, ну, Грузия не пойдет ни на какой Союз 2-0, это совершенно исключено. Но это в Кремле очень хорошо знают. Так что, братья из Южной Осетии, вы услышали, наверное, удовлетворенные ответы. Сейчас внимательно смотрят. Вот вопрос, который нас тут очень всех беспокоит, по поводу этого электронного концлагеря, там, и всего, что с ним связано. Самоизоляция, QR-кодами. У нас, как бы, до нас это не очень сильно докатилось, потому что, ну, технологическое отставание очень сильно от Москвы. Но, я так понимаю, на Москве этот эксперимент ставят. А можно как-то развернуто ваше мнение? Кто этот эксперимент ставит? Цель его? Задача какая? Что это вообще такое? Да, вы знаете, я бы хотел отделить здесь реальность от мифов. Миф состоит в том, что есть коварный план далеко идущий неких мировых сил, называет там Билла Гейтса, еще некоторых. Грефа в России, которые хотят, значит, учредить новые формы контроля, тотального контроля. Реальность же следующая. Вот, это вот, это Россия. Владимиру Владимировичу Путину очень нравится идея цифрового контроля. Она ему нравится. Ему нравится. Ему рассказали, как китайцы в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе контролируют мусульман, как это работает. Сказал, как здорово. И теперь под это дело пилят бабло. Уж извините за цинизм. Пилят баснословно. Вот все эти цифровые проекты, это просто откровенное очковтирательство и вранье. Откровенное. Понимаете? Это первое. Второе. Вот вы сейчас через айфон ведете эфир? Через Самсунг. Самсунг. Хорошо. Вот у меня айфон, да? Да. Здесь есть все, что позволяет нас контролировать. Все. Отслеживает наше перемещение. Записывает. Это всегда находится с нами. Всегда. Нет. Зачем? Айфон вы можете дома оставить. А чип вам куда-нибудь подкнут? Нет. А технической стороне, я говорю, это просто невозможно. Понимаете? Не существует и не будет таких чипов. Может быть, в отдаленном будущем. И главное, что я всегда говорю, послушайте. У нас ведь население России до сих пор не имеет теплых клозетов. Кому нужно контролировать, честно, кому нужно контролировать население Российской Федерации? Нет. Это, конечно, абсолютный миф. Это абсолютный миф. Но миф, который так красиво часто преподносится президенту, значит, ему рассказывают, вот мы там QR-коды, то, сё. У него возникает впечатление, что все находится под контролем. Поскольку он сам цифровыми технологиями не пользуется. Он не пользуется. Вот я хотел спросить. Насколько он сам понимает, как это работает? Так вот, поскольку он не понимает, то ему очень легко объяснить. Ну, объяснить в кавычках. Как это работает? И, соответственно, все проекты, которые на это направлены, и цель которых на самом деле – это распилить деньги, идут на ура. Понимаете? Это в прямом смысле слова сотни миллионов, миллиарды долларов. А эффект мизерный, стремящийся к нулю. Поэтому я хочу успокоить тех, кто этим очень озабочен. Ничего подобного нету в помине. Никто это не планирует. Технически это невозможно. Что реально, вот вышки 5G интернета, да, они могут нанести, скажем, растениям некий вред. Это правда, повлиять там на генную, на гены могут повлиять. Ну, и то это еще не очень ясно. Это скорее гипотеза, у которой есть некоторые подтверждения, но окончательного мнения нет. Больше ничего реально насчет этого, ну, там, знаете, заговора чипов сказать невозможно. Чип невозможно внедрить в тело, там, в жидком виде. Это просто невозможно. И главное, что даже если вам удалось чип внедрить, вы можете максимум, что сделать, считать с него информацию. Но информацию вы можете точно так же считывать с телефона. Но управлять человеком через чип вы не сможете никогда. Это абсолютно исключено. Это причем я вам сейчас говорю о самых таких, знаете, фантастических вариантах. Я хочу успокоить всех наших зрителей и слушателей. У нас тут сожгли уже одну вышку 5G. Я знаю, я поэтому так подробно и рассказываю. Слушайте, не бойтесь, понимаете. Есть более серьезные проблемы. И реальная проблема – это то, что у нас крадут деньги. А просто их воруют. Вот это реально. Мне кажется, что их внимание отвлекают подобными вещами разными, правда? Ну, они сами готовы отвлекаться. И, понимаете, люди не могут поверить в то, что власть, она просто вот так берет нагло и ворует. Просто, ну, наверное, есть какой-то в этом смысл, думает. Это какая-то… Ничего. Это просто банальное воровство. Банальное. Да. Ну, в гигантских масштабах. А 5G интернет, чипирование – это все абсолютная выдумка. Вот абсолютно. Ничего подобного сделать пока что невозможно. Еще и не скоро будут возможны. Хорошо. Следующая тема, любимая конспирологов. Чем является на самом деле операция коронавируса? Это такая спецоперация или это реально просто заболевание, которое получено от летучих мышей? Вот в какой версии придерживаете? Ну, я могу сказать, что я с высокой уверенностью могу утверждать, что вирус имеет искусственное происхождение. Он искусственно модифицирован. Кстати, недавно, три недели назад, появилась статья ученых Корнельского университета, это один из лучших университетов мира, в журнале микробиологии, где они об этом пишут. Они не пишут об этом прямо, но если просто статью почитать, то понятно. Что это не результат некого стечения обстоятельств. Кто и для чего это сделал, я не знаю. Знаю только, что разведки мира этим вопросом очень интересуются. Но вполне вероятно, что за этим стоит не какая-то страна, а группа, знаете, энтузиастов, в кавычках назовем, которые имеют доступ к технологиям и главные деньги, чтобы нанять хороших ученых. Естественно, этих ученых в живых уже не осталось. Если это было таким образом, здесь, как говорится, концы в воду. Для чего это все? Может быть, сколько угодно версии. Сколько угодно версии. А вторую волну ждать нам в таком случае? Да, вторую волну ждать. На самом деле у нас и первая не завершилась. Вторую волну ждать. Да, у нас очень много смертей пошло. В Дагестане, в Осетии много. Я знаю, в Дагестане чудовищная ситуация. В Москве тоже все, в общем, скверно. А сейчас мы вышли на так называемое плато. Но оно здесь выше, чем нам говорят. Ситуация тяжелая. Есть группы риска, которые страдают. Но, понимаете, здесь мы оказались между сылой и харибдой. Между молотом и наковальней. Значит, если хотят, чтобы мы соблюдали этот карантин жестко, как это было в Европе, тогда должны дать деньги. Должны дать деньги людям. Просто деньги. И должны дать деньги бизнесу. Иначе люди будут умирать. Конечно. Иначе люди будут умирать с голоду. Понимаете, это такая дилемма. Поэтому власть долго думала, денег она давать не хочет. Категорически. Она решила. Ну вот пусть идут работать. Пусть идут работать. Да. Значит, пусть решают губернаторы. В случае чего ответственность на них возложим. На губернаторов. На президентов республик. Поэтому они скрывают статистику. Они показывают ситуацию на несоответствующей действительности. Потому что иначе экономический и социальный кризис. Но он, собственно, уже наступил. Иначе вот те проблемы, которые в Осетии, те выступления, которые в Осетии приобретут массовый характер. Сейчас власть даже боится выхода из изоляции. Она просто боится. Она не представляет, как люди себя поведут. Ну, я думаю, что люди выйдут ошеломленные вот сейчас. Они будут там заняты решением своих текущих проблем. Пытаются, будут восстановить там бизнесы свои. А вот к осени, когда они вдруг поймут, что ничего не получается. А главное, надо будет деток в школу собирать. А у вас нет денег. И взять их неоткуда. И вот когда мы столкнемся в подавляющем большинстве с такой проблемой, здесь можно ожидать... И плюс еще произойдут некоторые события в России, которые резко ухудшат ситуацию. Вот тогда людям придется принимать какие-то серьезные для себя решения. Валерий Ильич, а что вы думаете по поводу создания Госсовета и передачи к нему части полномочий по управлению государством? Сколько это вообще реально или такая фейка в этой истории больше? Нет, это вполне реальная история. Более того, это одна из главных целей конституционных поправок. Владимиру Владимировичу нужен институт, который сможет замещать его во время недееспособности. Потому что полномочия Госсовета будут фактически такие же, как у президента. И нам будут говорить, что президент работает с документами. Рукопожатие у него крепкое, а управлять будут Госсоветы. Поэтому идет невидимая миру борьба за ту, кто в этот Госсовет возглавит. Была обещана эта должность мэру Собянину, если он справится успешно с пандемией в Москве. А потом Собяниным оказались недовольны. И сейчас Владимир Владимирович клоняется к тому, чтобы самому на первых порах возглавить Госсовет. Посмотреть, как это работает. То есть совмещать должность и президента, и председателя Госсовета. Но это вот сейчас такой замысел. Что будет в сентябре, ближе к концу лета, мы пока не знаем. А двоевластия не получится в стране. Госсовет и президент. Президент поэтому и хочет Госсовет возглавить. Поначалу. Ну а как вы думаете, как можно избежать двоевластия? Как вы думаете, вот в этом случае? Вот он тоже думает. А поддержали. Объявить себя царем, я думаю. Нет, Россия все-таки к этому, по счастью, точно не готова. Ну почему? Будет сказать, что Россия не готова к конституционной монархии, например. Нет, вы знаете, удивительно. А такой вариант вообще рассматривается? Я же знаю, что это слабо, что как бы просто европейская аристократия не признает такую новую династию. Если бы, например, он был там Романовых или хотя бы Рюрикович, то признали бы. Эта возможность теоретически рассматривалась, но она была сочтена нереализуемой. Понимаете, какая штука сейчас происходит с нашими людьми? Они не хотят больше сильной власти, вот президентской. Они не хотят. Они сейчас говорят о том, что парламентское правление, парламентская республика была бы лучше. Это вот результат того, что они 20 лет прожили при Путине. Помните, на рубеже 90-х и нулевых. Все у нас говорят, мы хотим сильной власти. Нам нужен просвещенный авторитаризм. Это было массовое желание. Ну, честно. Получили. Вы посмотрели, поняли, что это такое. И теперь люди говорят, нет, нет, нет. Это, знаете, похоже на такой маятник, на качели. Значит, пошли в направлении, поднялись к точке желания сильной власти. Сильная власть в России оказалась чем-то чудовищной. Просто чудовищной. Неэффективной. Вороватой. Никогда. В истории России никогда так не воровали. В таких масштабах. Ну, просто никогда. Ну, может быть, там, в тот период, когда Берон был временщиком. Ну, больше не было такого. Вот как сейчас. Это просто нечто баснословное. И сейчас люди говорят, нет, нет, нам этого не надо больше. То есть доля тех, кто хотел бы сильной власти, единоличного правления, очень-очень невелика. Там речь идет всего о нескольких процентах. Даже меня это удивило. Я подозревал, что это так. Но вот как раз перед разговором с вами я смотрел социологию. Есть такие очень хорошие специалисты. Сергей Белановский, Анастасия Никольская. Белановский, он из тех, кто предсказал протесты конца 11-12-го годов. Он их предсказал за 6-8 месяцев до начала. Вот, и они говорят, что нет большего людей желания сильной и единоличной власти. Нет, кстати, люди не хотят парада 24 июня. Они считают это глупым и ненужным. Они не гордятся 9 мая. Понимаете? Вот власть навязывает, у людей нет ничего подобного. Они хотят, другим хотели бы гордиться. Для того, чего у нас как раз нет. Образованием, здравоохранением. Так что наше общество, оно не такое, как мы его представляем. Аллах, это очень важно понимать. Ну, конечно. Мы хотим своих побед. Мы дедовскими, конечно, гордимся, но мы хотим и своих побед. Мы уважаем, да, свою историю, наших прачуров. Есть за что. Ну, слушайте, ну, это же смешно, в конце концов. Что мы-то сделали? Что мы... Где? Покажите наши предметы гордости. Где наше образование, которым мы когда-то огородились? Где медицина? Напрашивается... Где завоевали советская власть? Да. Где территория? Да, напрашивается ритма. Где-где? Ну, нигде. В нужном месте. Совершенно верно. А как вот вы, на ваш взгляд, тогда, какие ваши прогнозы? Вы говорили социологов, они предсказания делали по поводу... То есть прогнозы делали, не предсказания, а прогнозы делали по поводу вот этих всех протестных вещей. Как вы думаете, вот когда вот сейчас у нас начнется активная панель? С осени. Я думаю, что... Потому что по сети уже разогретая ситуация. На Кавказе тоже. Дагестан сейчас тоже очень сильно бунтанет, потому что они сейчас притихли из этого коронавируса, но они понимают, чувствуют себя какими-то брошенными, я не знаю, как это. Брошено, а у нас вся Россия брошена. Слушайте, а ладно. Вы думаете, есть место, где люди чувствуют заботу и внимание? Нет. Вот сейчас, как раз во время эпидемии, все вдруг поняли. Вот эта сильная власть, которая говорила, мы создаем сильную власть, она защитит. Вдруг выяснилось, она ничего не хочет и не может. Она отказывается. Понимаете, вы что видите сильного политчика-балидера во главе России? Покажите. Покажите хоть одно убедительное его выступление, чтобы он объяснил. Чтобы люди ему поверили. Я кроме тотального разочарования ничего не вижу. У нас вообще власть не разговаривает с народом, по-моему. А зря, она не может и боиться. А с людьми надо говорить. С ними очень тяжело порой говорить. Я как преподаватель, я человек вообще с людьми много общающийся, знаю, очень тяжело. Но лучшего способа понять друг друга не существует. Все равно придется говорить. Я надеюсь, я уверен. Дорогие друзья, приветствую вас еще раз. Дело в том, что в инстаграме лимит по времени, эфир идет час. И вот он, час закончился. Наши интересные беседы с Валерием Дмитриевичем. Я эфир сохранил. Вы можете его посмотреть. Валерий Дмитриевич, да. В инстаграме такая функция, в отличие от Фейсбука, что лимит по времени час идет совместного прямого эфира. Я понял. Мы увлеклись с вами. Увлеклись. Да, потому что очень интересная беседа. Час пролетел незаметно. Даже кто-то метраж не проследил. А скажите все-таки, пожалуйста, прогнозы ваши. И как вы видите развитие событий. Вот там писали доллар, сколько там будет стоить. Там экономическая ситуация. Но все это в комплексе к чему-то же приведет осень. И вот просто прогнозы на развитие событий. Вот кратко. Я, да. Я ожидаю две протестные волны. Одну осенью, а другую в следующем году. Где-то начиная, видимо, с конца января-феврале. Я не могу рассказать, это сейчас невозможно, каких масштабов эта волна будет. Какие она затронет регионы. Но я думаю, что она будет очень высокой. И может оказаться, вторая волна уже точно будет решающей. То есть уже весной следующего года, видимо, решится судьба страны. Если первая волна осенью, это будет подготовка. Вот то, что у вас было, да, это было прелюдией. Значит, потом волна осенью. Это, скорее всего, будет подготовка. Первое сражение. И потом будет, значит, решающее сражение. Видимо, в конце зимы, начале весны следующего года. Так или иначе. Это будет связано, в том числе, с рядом серьезных перестановок. Точнее, проблем в российской элите. Думаю, всему этому будут предшествовать очень серьезные экономические проблемы. И девальвации рубля. Вопросы девальвации рубля будут обсуждаться. Конечно, до плебисыта по Конституции рубль хотят удерживать. Да, и даже показать, что это такая надежная, твердая валюта. Но я скажу честно всем, не обольщайтесь. Не обольщайтесь. Потому что планы насчет девальвации существуют. И они никуда не делись. И плюс, возможно, еще некоторые шаги нашего руководства, которые создадут для нас всех огромное количество проблем. Я сейчас не буду их уточнять, потому что это носит предположительный характер. И точно пока не ясно, будут ли они реализованы. Но я думаю, что уже летом произойдут события, которые повысят готовность людей, повысят готовность людей выйти осенью на улицу. А все остальное, Алан, понимаете, когда начинается такой кризис масштабный, все зависит от нас самих, честно вам скажу. Вот тот, кто хочет изменить судьбу свою и судьбу детей, тот будет участвовать. Тот, кто будет сидеть в диване, он пусть потом не жалуется. Это так. Так всегда было во все времена. А что бы порекомендовали народу простому, как бы в этой ситуации быть? Я вот рекомендую всем огороды засадить в этом году. Зимой картошку прикидываться. А вы бы какие-то практические советы, может, дадите нашим жителям? Да, значит, первый совет полностью разделяю с вами. Огороды, сады, все, что можно. Вот сейчас лето, потратьте на это. Готовьтесь, запасайте все, что можете запасти. Первое. Второе. Попробуйте. Я понимаю, что советовать людям сократить расходы очень сложно. Они и так минимальны. Если у кого-то есть свободные деньги, сейчас очень удобно обменять их на доллар. Хотя бы чуть-чуть. Не смотрите на то, что доллар снижается по рублю, а просто поменяйте. Поверьте, вы потом выиграете. Значит, третье. Попытайтесь создать цепочки взаимопомощи. У вас это легче сделать в Осетии. Потому что родня, да. Вы должны договариваться о том, как вы будете друг другу помогать и как действовать в критической ситуации. Причем критическая ситуация может связана не только... Да, абсолютно верно. Горизонтальные связи. У вас они развиты лучше, вы знаете. Вам надо уже об этом сейчас договариваться на лучшей осени. Ну, а дальше по обстоятельствам. Вот честно вам скажу. Дальше только по обстоятельствам. У вас есть опыт выживания и в более тяжелых условиях, я знаю, и во время полувоенной, фактически военной. Готовьте, что это, к сожалению, может все повториться. На этот раз в другой диспозиции, в другой конфигурации. Но это будет тяжелое время для всех. Вот к этому надо готовиться морально-психологически. Но знать, что если вы в этом принимаете участие, то у вас есть шанс наконец-то повлиять. Это уникальный шанс, когда мы можем повлиять на свою судьбу. Понимаете, у нас его не было 20 лет. Да, можно было там как-то хитрить, ловчить, искать хорошую работу, устраиваться. Но это вы могли для себя что-то изменить, для семьи. А это шанс для всех. Для всех. На лучшую жизнь, на более неидеальную, не райскую, более справедливую, более гуманную и более свободную. Я всегда говорю, понимаете, современная Россия – это ад. Это социальный ад. Где придирается честный труд. Где не ценится порядочность. Где во главу угла ставят предателей, коррупционеров, насильников. Где издеваются над всем честным. Из ада надо выйти. Понимаете, из ада вы в рай никогда не попадете. Надо вернуться к нормальной жизни. Вот наша цель. К нормальной жизни надо перейти. Вот за что мы будем бороться. За нормальную жизнь и за будущее. Будущее детей. Детей и внуков. Ну и для себя тоже, естественно. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич. Спасибо вам, Валерий Дмитриевич, огромное за беседу. Надеюсь, мы с вами еще не раз обсудим текущую проблему. Да, я буду рад. Спасибо. Мне доставило удовольствие. Спасибо вам. Спасибо всем. Я сейчас сохраню все два. Хорошо договорились. Счастливо. Спасибо.